Доброе утро, моя радость. Как же добрая. Твоя радость просвала все на свете, и теперь ничего не успевает. А я знаю, как поднять тебе настроение. Я считаю, что именно ты должна возглавить мой фонд «Свет пробуждения». Я? Возглавить? Очень смешно. Ты сам подумай, какой из меня руководитель. Блин, блин, блин. Ну пойми ты, что работа в полиции не подходит тебе по энергетике. А в фонде ты сможешь реализовать себя в полной мере. Наш фонд планирует групповое паломничество по святым местам Индии. И мне кажется, что если твое руководство начнется именно с этой поездки, то это будет отчественно-балично. Дорогой, я готова тебе помогать, но что прям руководство? Серьезно, ты меня приоцениваешь. Ешь. Олесь, я могу доверять только тебе. И я уверен, что ты отлично с этим справишься. Ну, слушай, обещай хотя бы подумать, ладно? Да, обещаю, подумаю. Пока. Ой, прости. Давайте. Девчонки, привет. Привет. Девчонки, займите денег, кто-нибудь. Немного, всего пятер нужна. Я могу. Только если на книгу, как отдавать долги. Саша, что случилось? Ой, ништяк. Да, хозяйка квартиры попросила, пока она в отпуске, чтобы я к ней на хату заглядывала, пса кормила. Ты что, его деньгами кормишь? Потухни, синицкая. И реально влипла. Блин, вчера в квартире ключи забыла, а дверь захлопнулась. А чтоб вскрыть ее, пятер нужна. Олесь. У меня есть, но это за садик надо отдать. Туркин. Не, не, я сама зарплату жду, извини. Блин, хозяйка задолбала, звонить. Эти козлы соседи стуканули, чтобы барбос всю ночь выл. Козлы, собаки, ты что, в зоопарке хату снимаешь? Ну, нормально, а? Человек умер, а не ржу. Извините, мы же не знали. Что еще не знали? Все знали, вы не знали. А кого? Никола Тесла. А с какого он отдела был? Из отдела электродинамики. Туркина пять, Попова два. Все успокоились. Итак, девочки, на сегодня меню нашего ресторана. Горячее блюдо. Допрос домушника с элегантным погонялом Митя Шухер. Кому, 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 тебе, Попова, тебе. Только это изысканное блюдо. Человек отряхотки, поэтому очень аккуратненько, ножичком, вилочкой. А не как ты привыкла, черпаком прямо из кастрюли. Давай. Верба, ну, у тебя сегодня скудный рацион. Будешь есть залежалый продукт. Архив. Умница. У вас, девочки, бизнес-ланч. Понимаете, что такое? Нет, но судя по всему, что-то очень невкусное. Зато дешевое. На первое разбираем обращение граждан. На второе, пожалуйста, почтовые материалы. И на компот обход поднадзорных. Все, девочки, моем ручки за стол. Павел Сергеевич, можно спросить? Нет. Ну? Я хочу в Индию ехать. Ну, ну, типа в отпуск. Ну, всего на пару недель. У моего мужа есть фонд, называется «Свет пробуждения». Буб! Твою мать! Синицкая, напугала. Думала, та у меня пришла. Я тут ей подарок выбираю. И что ты ей подарить собрался? Вот. Ошейник? Так сильно потерять ее боишься, да? Сама ты ошейник. Это фитнес-браслет. Помогает отслеживать водный баланс. Ты что-то хотела? Да, сделай, пожалуйста, распечатку звонков по номеру Тумановой. Сделаю. Иди. Он еще и статистику выдает. Блин! Дай сюда романтик, мамин. Ну что? Вот, смотри. Шикарный спа. Купи оттуда сертификат на посещение. Сходите вдвоем, устройте свидание. Вот это реально крутой подарок. А ошейник твой сама себе купит. Тук-тук, привет. Тук, привет. А ты чего здесь? Что-то случилось? Случилось, солнце мое. Во-первых, мне только что позвонили из Индии и сказали, что они готовы принять на 30 человек больше, чем планировали. Хорошо. Я очень рада. Что-то еще? Да. А во-вторых, я пообщался с юристом, и он заверил меня, что подготовил все бумаги для переоформления фонда на твое имя. Осталось только подписать. Дорогой, я не уверена, что я справлюсь. Я очень боюсь тебя подвести. Любимая, ну что ты? Ты просто создана для этой работы. Ты посмотри вокруг. Это место, оно насквозь пропитано болью и скорбью. Да оно же высасывает из тебя всю энергию. А здесь, здесь у тебя будет шанс обрести свое предназначение. Я уверен, сердце подскажет тебе правильные выборы. А еще нужно распечатать буклеты. Что? Буклеты. Ну, буклеты для сегодняшнего собрания. Я думаю, экземпляров 50 будет достаточно. 50? Ну, хорошо, я что-нибудь придумаю. Привет. Привет. У тебя все хорошо? Более чем. Если ты забыл, то я нет. Сегодня месяц, как мы вместе. У меня для тебя есть подарок. Неожиданно. Ну, как, нравится? Да, очень. Спасибо огромное. Двадцать тысяч? Чего случилось? Книжку в библиотеку забыл сдать. Страшно считали? Да Куренков с ума сошел. Выдумал этот дурацкий праздник. Купил в подарок сертификат СПА. Он стоит двадцать тысяч. Ну и крутой же подарок. Да самый идиотский подарок. Я ему кучу раз намекала. Ну, типа случайно скидывала ссылку на трекер для контроля водного баланса. А он этот сертификат. Совсем дебил. Мы что в пустыне? Вон кулер иди пей, пока не лопнешь. Тут чувак реально заморочился. Крутой сертификат купил, а он попа морчит. Синицкая, если тебе так нравится этот СПА, может купишь его у меня, а? Да нет. Перестань. Это же твой подарок. Как-то неправильно. И вообще, если Денис узнает? Ну, будешь меньше болтать, никто не узнает. Сходишь в свой этот СПА, что там делают? Шоколадом обмажешься, камнями обложишься, а? Кайфанешь. А я себе трекер куплю. Ладно, делаю скидку пятнадцать. У меня только восемь. Ладно. Короче, тетя, я тебе еще раз повторяю. Я никого не видел, я ничего не знаю. В хате оказался случайно. Ключик от двери подошел. Слушай, Шухер, в этой папке на пять лет собрано. Пальчики твои в квартире, видео с камеры, показания свидетелей. Согласен? Гипотетически. Гипофигически. Короче, варианта два. Я трачу еще неделю, добавляю туда факт взлома, порчу имущество, ну, еще там всякого до кучи. А это уже туда, к десятке ближе. Тормози, мать, ну ты же сама сказала, там, ну, два варианта. Второй вариант. Скрываешь для меня одну хату, а я тебе рисую явку с половиной. Чудной ты, опер-мать. Это что такое, твое? Нет. Ну, точнее, да. Ну, в смысле, я просто почитать хотела, а нечаянно отправила на печать. Вот. Понятно. А где мои документы? Что, подрезали? Видишь, как воровство процветает. Ничего, оставить нельзя. Статистику по кражам, и ту сперли. Ну, может, сломался? Вы идите, а если распечатает, я вам принесу. Бумага кончилась. Вот. Видимо, два раза нажали. Или три. Ничего себе ты казенное имущество разбазариваешь. Смотри, аккуратно. Влетит тебе от начальства. Подожди. Это же я твое начальство. Ты что, охренела, что ли? Нет, это просто заглючила. Заглючила? Тебя заглючила? Я сейчас все выкинула. Заглючила ее. Виджай, джудхани. Все, супер, спасибо большое. 18, нажать буду. Кать, это, Аня где? Да не знаю, вроде в кабинете, а что? Хочу у нее сертификат забрать, пока она его не активировала. В смысле, зачем? Ну, я видел, не понравилось ей. Просто постеснялась мне сказать, лучше трекер подаю. Да ты что, с ума сошел? Да она с этим сертификатом до потолка прыгала. Мне вот так в лицо тыкало, хвасталось, какой ты молодец, какой крутой подарок сделал. Да? Угу. Да ладно, не надо меня успокаивать, я ее знаю, никогда она не пойдет. Что значит не пойдет? Она только что при меня забронировала уже на 18.00. Серьезно? Угу. Круто. Ладно, спасибо. Да не за что. Пашка, свободен? Занят. Ладно тебе, помоги задачу решить школьную. Дано. Астраханское в облако килограмм. Не пересоленое, не пересушенное, через одну с икоркой, ну как ты любишь. Пиво бельгийское, 8 бутылок, с утра в холодильнике. Данилович, я сейчас захлебнусь слюной. Вопрос, что мне одному со всем этим делать, если я уже освободился? Данилович, дай с делом разобраться. Все, разберусь, я хоть до утра буду свою задачу решать. А на кого ты меня там променял? Да вот. Свет пробуждения? Угу. А что за богадельня? Собирал вокруг себя толпу идиотов. Втирал им там какую-то чушь про бессмертие. А самую впечатлительную лохушку, глав лохушку, делал гендиректором своего фонда. Вот такие дела. А потом божество исчезало со всеми деньгами куда-то, где тепло, пить мохито. Угу. А глав лохушка туда, где холодно шить рукавицы. Хорошо. Ну, а у тебя-то к нему какой интерес? Так потенциальная глав лохушка у нас работает. Ага. Тогда канапе оставляем, а тарталетки с икрой убираем. Угу. Отлично. Нет, музыку не надо, у нас будет своя. Да. Спасибо. До вечера. Если я в списке приглашенных, тарталетки верни. Да, это, это просто, это там, просто там, у мамы годовщина, в смысле, юбилей, у подруги, и помочь надо. Нет, я просто не подумал, если тебе вдруг еще отпуск, то бери. Да, спасибо большое. Что, реально поняла? Да, только у меня одно условие. Я тебе отпуск, а ты мне закрываешь это дело. Хорошо. А с ним что-то не так? Да нет, все так. Представь, что это пюрешка для твоего Виталика. Да? Поэтому внимательно изучи состав, объедини все ингредиенты в один продукт, и скорми главного фигуранта. Я согласна. Я тебе не предложение делаю, Верба. Закончишь? Приходи. Продолжение следует... Просто салон ваших девушков. А пассажистов сейчас? А можно пассажистов? Через полчасика. У нас небольшая герметическая программа. Сюрприз! Симпатичненькая. А где она? Была здесь. Может быть, в туалет отошла? Ну, хорошо, подождем. Хорошего отдыха. Спасибо. Мать, ну ты что не сказала, что замок-то английский? Ну, а им сори, блин. А что это, проблема, что ли? Ну, ты не пыли, не пыли. Просто придется чуть-чуть побольше с бубном потанцевать. Клифт, на шухер встань. Подожди, какой шухер? Мы же не воры. Э, э, открой, ты что? Мама сказала, дверь никому не открывать, особенно мусорам. Придурок, ты же сам потом жрать захочешь, выползешь. Открой! Тузи! Фу! Фу, я сказал, Тузи! 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 Отвали ее, я все сделаю, я тебя прошу, всех подбишу, все сдал, отбой, отбой, отбой! Фу, твой я сказал, прошу тебя! О, что-то звонишь-то. Да, где ты вообще? Макаров вызвал. Блин. Я, я в спать, сюрприз хотел сделать. Ну да, да, я понимаю. Ладно. Давай, пока, целую. Ту-ту-ту. Да! А вы до сих пор один? Ваша девушка не вернулась? Да, она не вернется уже. На работу срочно вызвали. Вы можете пройти все процедуры сами? Может быть, солярий включить? Да не, не надо. Как скажете. А, хотя, знаете, давайте. Малу не надо. Хорошего выбора. Спасибо. Нет, нет, шарики не надо. Баннер вывесим, этого достаточно. Так, по напиткам. Похороны организуешь. Правильно. А, я вам пусть перезвоню. А, почему похороны? Как почему? Ну ты же с делом разобралась, которое я тебе дал. Ну да, да. Так там вроде все в порядке. Ну, надо пару адресов уточнить. Ну, я думаю, что завтра к вечеру все будет готово. Олеся, хочешь, я тебе расскажу одну притчу? Про глупую овцу. Хочешь? Жила-была одна глупая-глупая овца. Однажды начальник поручил ее разобраться с одним делом. Овца была такая тупая, что вместо этого целый день занималась бог знает чем. Знаешь, чем закончилась эта причина? Чем? Овцу уволили из полиции. И до конца своей жизни она работала кассиром в супермаркете. И даже не тем, который умеет покупки отменять, а самым обычным. Вот такая вот притча. Делай выводы, Орид. Делай выводы. Тупая овца, значит. Да пошли вы все. Восемь косарей поднял? Лех, поделись секретом, на что мне 200 рублей поставить, чтобы пятеру выиграть? На дежурство поставь свое. Прям смело бабки заряжай и сто процентов ставкой выиграю. Перезвоню. Так я это. Че ты это? Вон, все, где? Чистосердечная подписана. О, ты че охренела, что ли? Я ж тебе сказал аккуратно. Что это за... Это что у меня за манекен здесь после краш-теста? Тормози, начальник, она не виновата. Я сам упал. Да, это ты без адвоката сам упал. А с адвокатом че начнешь рассказывать? Про гестапо? Ты че меня за фуфлыжника что-то держишь? Вот, отказ от претензий подписан. Вы не предела. Сэр. Ты... Молодец, конечно, Папова. Спасибо, Павел Сергеевич. На здоровье. Пять тысяч одолжите? Не борзей, а? Пять тысяч одолжить. Заканчивай здесь. Да, Сереж. Заключение сделал. Ну, прямо срочно. Давай потом. Ну, вот в машине лежит. Вот ты кайфалом, а. Ну, хорошо, щас сброшу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Синистка? Помогите. Помогите! Я вижу по глазам картинка сложилась. Более чем. Ваня, не держи себя. Может даже матом ситуация позволяет. С удовольствием. Вы негодяи, моральный урод. Вам наплевать на всех, кроме себя. Вы надменный, циничный, самовлюбленный хам. Вот. Я нашла себе новую работу, гораздо более интересную, где никто не будет меня унижать и издеваться. Значит, так дело и не открыло, да? Ну ладно. Что же делать? Держи. Это что такое? Комикс. Полистай, предувольнение. Павел Сергеевич, как же так? Подсволодь, я убью его. Да ладно, убью. Чего вы, молодежь, чтобы только убивать бы? Ты пойми, возмездие должно быть изящным. Ну, в принципе, ничего страшного. Думаю, что через пару часов зрение полностью восстановится. Но завтра обязательно покажите всякую листу. А с покоростнениями что делать? Чего вы никогда на море не сгорали? Сметанкой намажьтесь. Ну или здесь крем купите. Тысяч за десять. Спасибо, доктор. Выздоравливайте. Денис, ты понимаешь, что из-за тебя чуть не умрет человек? Из-за меня? Это вообще-то ты мой подарок перепродала? Ну, потому что я намекала тебе на трекер, а ты мне подарил этот деблинный сертификат. Ты можешь тенирать, а и так башка трещит. Прости, Катюш. Что? Катюш? А с каких пор это она тебе, Катюша? С тех пор, как сиськи ее увидела? Я что, виноват? Она сама выскочила. Идите в задницу. Порези в другом месте. Кто-то и задницу видел, и другие все места, да? Половничество в Индию ко святым местам это уникальная возможность прикоснуться к самим истоком духовных практик. Преобразиться физически, очиститься духовно и вернуться в мир обновленным человеком. Сама идея этой... Да, брат, какие у тебя чистые глаза. Ты хочешь нам о чем-то рассказать? Прошу, поднимайся на сцену, мы поддержим тебя все вместе. Поделай нам свои сонеры, поделись с вами больно, что бы это ни было. Спасибо, святейший. А братья, сестры, свекры, сватья, погряз в грехе, я как в чане с дерьмом. И главное, вот, только хочу на поверхность выбраться, а меня уже затаскивают вниз. И ведь ничего нет у меня, ни семьи, ни друзей, не могу не запускать змея, я даже на рыбалку не могу. Пускай здесь все это за эти дроботы долбан. Ох. А скажи нам, брат, кем ты работаешь? О, я, брат, работаю начальником уголовного розыска, брат. Как ты что? За что? Ой, это не по своей воле действует, брат. Это меня создатели УК РФ заставляют. А вы, братья и сестры, опустите как взоры в буклеты и узрите, ибо не ведали вы, какое мурло ваш святейший. Парни, пакуйте его. Братья, не пакуйте. Ну что, просветленная, как тебе? Павел Сергеевич, огромное вам спасибо. Огромное, пожалуйста. Подумайте о своей карте, черт вас возьми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok